Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря нечего выделить. Опять же, по хронологии предстоящих фундаментальных событий, отчета, все практически пусто. Мы ждем релизы ближе уже к концу недели. Но фундаментальный фон крайне насыщенный. Именно он провоцирует сохранение высокой волатильности, а отсюда уже волатильность сопряжена с рисками. Поэтому прежде чем перейти к анализу того, что на рынках происходит, я снова призываю вас, друзья, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов и ни в коем случае не забывайте ставить стоп-лоссы. Все трейдерское сообщество обсуждает конфликт на Ближнем Востоке, обвал американского фондового рынка и, можно немножко даже развить, обвал мирового фондового рынка, рынка криптовалют, вероятности экстренного заседания Федрезерва, рецессии в США. Это каждое из этих событий достойно отдельного внимания и каждое из этих событий может стать причиной серьезных движений буквально всех секторов финансовых рынков. Сейчас мы работаем в совокупности, в комплексе со всеми этими фундаментальными вводными. И это еще одно доказательство того, что при таком новостном бэкграунде, друзья, вы должны быть еще более предельно внимательными к той торговой активности, которую проводите. Индекс доллара текущей котировки 102.60. Ранее мы спрогнозировали неизбежное снижение американской валюты, потому что готовились к смягчению американской монетарной политики, да и в целом продолжаем готовиться и сейчас. Просто уверенность в том, что ставка будет снижена очень скоро, она значительно возросла. И вчера я уже касался такой темы, что на текущем этапе есть высокая вероятность того, что Федрезеру придется начать действовать более агрессивно, что подразумевает более активное снижение ключевой процентной ставки. Не шагом в 25 байсных пунктов, а потенциальным шагом в 50 байсных пунктов. Причина, почему на рынке изменились настроения, это данные по рынку труда, которые вышли в пятницу, мы за ними тоже внимательно следили. В частности, уровень безработицы вырос с 4,1 до 4,3 процентов, занятости показало очень символичный прирост, минимальное просто значение 114 тысяч, даже если сравнивать с значением двухмесячной давности, тогда был показатель 179 тысяч. В итоге статистика шокировала, рынок снова заговорил о том, что может в американской экономике все гораздо хуже, то есть трейдеры иначе взглянули на то, что происходит в США, на экономические условия в американской экономике. И я думаю, что если вы следите за новостным фоном, вы наверняка за последние пару дней наткнулись на новости, либо идею того, что Джером Пауэлл, глава американского регулятора, повторно совершил страшную ошибку. Раньше он промедлился отказом от программы количественного смягчения после ковида и с остановкой печатного станка, в результате чего инфляция была раздута до неимоверных значений. И сейчас, когда было необходимо точно прочитать этот момент начала смягчения экономической политики, этот момент в очередной раз был упущен. А поэтому экономика столкнулась с еще большими трудностями. В частности, мы уже видим, как буксует рынок труда, что повышает вероятность и замедление экономического роста. Критика абсолютно оправданная. Но, честно говоря, пока еще рано делать какие-то выводы, потому что американский регулятор еще не начал как-то стимулировать экономику через изменение ключевой процентной ставки. Это только произойдет. И, возможно, картина улучшится. Но, очевидно, сейчас давление на ФРС будет колоссальным. От американского регулятора теперь требует более активных, более агрессивных действий, как я уже отметил. И ФРС это прекрасно понимает. Поэтому, если мы увидим, например, продолжение распродаж на американском фондовом рынке, это, соответственно, будет также коррелировать с какой-то панической динамикой американского долгового рынка, тогда Федрезерву придется собрать внеочередное заседание. Пока мы держим как бы в уме возможность такого сценария, но все же ориентируемся на сентябрьское заседание, в ходе которого ставку могут сколлектировать на 50 байсных пунктов. А до конца этого года я практически уверен, что даже если не будет экстренного заседания, в совокупности за сентябрь, ноябрь, декабрь ставку сократят еще на 100 байсных пунктов. Ну, не еще, а в целом на 100 байсных пунктов. И это вряд ли сможет удержать индекс доллара на тех уровнях, на которых он находится на данный момент. Я за идею дальнейшего снижения, о чем уже много раз говорил. Золото безумной волатильности, опять же, она отражает реалии текущего рынка. Диапазон движения золота в рамках вчерашней торговой сессии 100 долларов, друзья. Текущие котировки 2,408. Я, опять же, поддерживаю идею роста рынка драгоценных металлов золота. Из-за того, что верю в ослабление американского доллара, понимаю, что доходности американских облигаций тоже будут, скорее всего, уже где-то закрепляться ниже планки 4%, потенциально могут оказаться еще ниже. И не стоит забывать и упускать из внимания, из вида, вероятность очень высокой обострения конфликта на Ближнем Востоке. Если это случится в ближайшие часы, то, соответственно, золото будет самым спросовым защитным инструментом, в результате чего мы легко можем увидеть значение 2500 и, вероятно, даже выше. Доллар японская, иена 145,50. Коррекция после обновления многомесячных локальных минимумов. И, учитывая то, что я продолжаю верить в сохранение серьезного контраста монетарных политик между Банком Японией и Федеризировом, я считаю, что текущие уровни, может быть, для тех, кто готов рисковать, работать адекватно с рисками, готов соблюдать правила риск-менеджмента, можно попробовать снова зашортить с целевой отметкой 140 иен за доллар. Банк Японии за последние полгода дважды повысил ключевую процентную ставку и сократил программу количественного смягчения. Это ответ на возросшие инфляционные риски, на высокие показатели инфляции, что, в свою очередь, является следствием девальвации иены и повышения заработных плат. Мы тоже проговаривали эти причины следственной связи. И Банк Японии, да, пытался воздействовать на ситуацию валютными интервенциями, но долгосрочный эффект оказался, по сути, минимальным. Поэтому пришлось задействовать радикальные меры, которые предполагают изменение ключевой процентной ставки. Завтра состоится выступление заместителя главы Банка Японии, и я думаю, что он будет придерживаться ястребиной, жесткой риторики. Поэтому японская иена может получить дополнительную поддержку. Евро против доллара 1,0952. Сейчас продолжаем игнорировать фундаментальный фонд европейского происхождения. Значение имеет лишь то, что происходит с долларом. И в этой связи я, опять же, настаиваю на том, что пара имеет достаточное основание закрепиться выше уровня 1,10. Мы, кстати, вчера уже тестировали этот уровень 1,1008. Фактически локальный максимум. И идея роста европейской валюты все также актуальна. Доллар канадец 1,3812, максимум вчерашнего дня 1,3946. 50 с небольшим пунктом не дотянули до нашей долгосрочной цели 1,40, но она все еще актуальна. У нас есть козырь. Это пятничные данные по канадскому рынку труда. Я думаю, что статистика подведет, разочарует, повысит вероятность дополнительного смягчения канадской монетарной политики и может усилить давление на канадскую валюту. Американский фондовый рынок 5,296 пунктов. Я смотрел на уровень поддержки 5,250. Вчера мы его протестировали, открыл длинную позицию. И все еще считаю, что американский фондовый рынок уже достаточно пострадал за последние дни. И, соответственно, когда на рынке придет более четкое осознание, что стимулирование политики неизбежное и, возможно, американский регулятор все же пойдет на снижение ставки, точнее, пойдет на 50 байсных пунктов, это будет очень хорошим моментом, позитивным фактором для всей американской фондовой секции. Поэтому, если вы смотрите на долгосрок, возможно, текущие уровни идеальнее для того, чтобы открывать длинные позиции. И что касается рынка нефти. 77,30 текущей котировки. Вчерашний обвал и обвал вообще в последней торговой сессии – это реакция на провальные отчеты по деловой активности производственного сектора ведущих стран мира. Снижение деловой активности – это, разумеется, предпосылка для падения спроса. Также трейдеры обсуждают итоги ОПЕК, в ходе которого некоторые страны дали понятие, что увеличат объем нефтедобычи и откажутся от прежних договоренностей по ограничению добычи с октября. И, собственно, в прошлом месяце страны ОПЕК уже подняли уровень добычи на 100 тысяч баррелей в сутки. При таком новостном фоне долгосрочные факторы, конечно же, за то, чтобы бренд снижался. И мы, по сути, вчера достигли долгосрочного уровня поддержки, целевого ориентира 75 долларов за баррель, чуть выше минимум вчерашнего дня, состоял 75,05, по-моему. Но я уверен, что повторный тест данной отметки будет в ближайшей торговой сессии, и после чего уже можно будет фиксировать результаты этих сделок. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!